Хотите ли вы провести завтрашнюю ночь с крысами? Не пугайтесь, речь идет не о фильмах ужаса. Завтра в столице вновь после ковидного перерыва пройдет Ночь музеев. И в Русском музее можно будет познакомиться с выставкой Музейная лаборатория истории эстонских русских, благодаря которой музей был удостоен премии «Музейная крыса». И подробнее об этом расскажет наш гость, педагог Таллиннского русского музея Юлия Корнеева. Добрый вечер. Добрый вечер. Юлия, на самом деле, мне кажется, многие музейщики хотели бы получить эту самую крысу. Это вовсе не обидно, это очень престижно. Да, так и есть. И мы получили эту крысу в такой очень приятной номинации, как друзья сообщества. То есть мы не хотим рассказывать то, что интересно только нам, а то, что интересно всем нашим гостям. Вот-вот-вот состоится наконец-таки Ночь музеев. Мы так ее ждали. Очень здорово, что теперь есть возможность провести ее. Но мы сейчас говорим не об одном музее, а о целых семи. Все они будут открыты? Да, конечно. На самом деле мы говорим вообще более чем о 150 разных учреждениях и музеях, которые будут открыты. Но филиалы Таллиннского городского музея все семь будут ждать гостей в эту ночь, которая будет полна мечт. Потому что такова тема этой музейной ночи. Что интересного можно посмотреть в ваших музеях? У нас будет очень обширная программа. Помимо того, что в музей можно будет с 6 до 11 вечера прийти по символической цене в 1 евро, также будут разные экскурсии. В 18.30, почти в самое начало, возле Домика Петра стартует экскурсия Старый и Новый Кадриорг. И в отличие от наших прежних экскурсий, мы будем концентрироваться не только на истории, но и о природе. Будем говорить и о окружающей среде. То есть о деревьях, о растениях, которые нас окружают. И в том числе отправимся в японский садик и узнаем его философию. Также будет очень интересная новая экскурсия на трамвае по маршруту Копли-Кадриорг. На остановке Телиски начинается экскурсия. Внутри трамвая будут всем предложены наушники, чтобы было удобно и слышно. И гид будет рассказывать очень сочные, интересные факты о нашем городе. И, собственно, все то, что будет видно из окна, обо всем об этом вы узнаете. Но это еще не все. Еще в 8 часов от музея Каламая стартует экскурсия про канализационные люки Каламая. Наш любимый житель Каламая Андре Сиплоне занимается изучением этих люков. Даже издал специальную книгу. Вот проводит такие тематические экскурсии. Он хочет обратить внимание на те детали, на те предметы, на которые мы никогда не обращаем внимания. Мы даже по сторонам-то редко смотрим, а под ноги уж тем более. А на самом деле эти люки, разные электрические столбы могут рассказать очень много интересного. Не только наши средневековые дома. И, конечно, в Таллиннском русском музее тоже вас ждем на экскурсию в 9 часов, чтобы вы успели погулять, а потом пришли к нам. Будет экскурсия по дому. Мы познакомимся со всеми нашими выставками. И у вас будет отличная возможность увидеть в том числе нашу новую выставку. Пакт Рериха в Таллине. На выставке будут кураторы и смогут рассказать о том, как Николай Рерих связан с Эстонией. И почему Пакт Рериха и Знамя Мира сейчас так важны в нынешнее время. Рекомендую сходить в нашу Девичью башню, потому что там вновь открыто кафе. Так что с прекрасным видом можно будет выпить чашечку кофе. Вечером. Вечером, да, с красивой подсветкой, а потом и пройтись по комплексу Кики-Киндекек, по башне тоже познакомиться с выставками, зайти в музей городской жизни. Наверное, 17 там с 6 до 8 вечера будет очень интересная мастерская. Можно будет сделать своими руками отель для насекомых. Также музей фотографии, например, там 4 временные фотовыставки и в том числе постоянная экспозиция, которая рассказывает об истории эстонской фотографии. Во сколько стартовать из дома, чтобы ничего не пропустить? 21 мая, то есть уже завтра в субботу, с 6 часов вечера до 11, а насколько мне известно, некоторые музеи даже дольше будут открыты для вас. На сайте Музей Ночи можно с полной программой мероприятий познакомиться и добро пожаловать. Спасибо вам большое. Ну что ж, до встречи уже завтра ночью. До встречи. Идея возникла в 1970 году в Берлине с целью привлечения посетителя, который непримерно вернется в понравившийся ему музей, уже купив билет. Тогда эта акция называлась «Весной музеев», и в ней приняли участие 20 немецких музеев. Для сравнения, сейчас ориентировочно в ней примут участие почти 2,5 тысячи музеев более чем в 45 странах. Так что и у вас есть прекрасная возможность прислушаться к советам, которые дала педагог Таллиннского русского музея Юлия Корнеева, и примкнуть к миллионам людей во всем мире в эту ночь. Субтитры создавал DimaTorzok